Всем привет! Перед вами не часто встречающаяся, что в запечатке, что в БУ-состоянии, кассета от компании Teya Yudan, Zets 1990 года, с довольно мудреным названием OW2. Вполне вероятно, это какая-то игра слов, понятная американцам. У Teya Yudan всегда была несколько извращенная фантазия в плане названия своих кассет, что впрочем не мешало им иногда делать великолепные кассеты. Почему я вставил это загадочное слово «иногда»? Да потому что я имел пусть и небольшой, но все-таки опыт с кассетами этой компании. И вот какой опыт я накопил. Почти все БУ-шные кассеты Zets или Triad оказались абсолютно непригодными под запись, от слова «совсем». Проще выкинуть, заменить ленту, чем что-то записать на них. И я это несколько раз демонстрировал, причем на разных деках. Но были и годные БУ-шные кассеты, которые вызвали бурю положительных эмоций. Для простоты понимания, 70% БУ-шных кассет, что были у меня, оказались плохими. Что касается запечаток, у меня была одна, и то это была всего лишь Zetsuona, которая реально изменила мою жизнь на «до» и «после». Так что, по запечаткам статистика по Teiyuudan 100% положительная. Что и как будет с этой запечаткой, сегодня узнаем. Что известно про эту кассету? Во-первых, она предоставлена моим подписчикам из Астаны, Казахстан, по имени Халид, за что ему огромное спасибо. Это не первая его кассета, которую мы смотрим и, надеюсь, не последняя. Во-вторых, это 1990 год. В-третьих, это одно из последних изделий от компании Teiyuudan, которая выпускала кассеты примерно до 1993-1995 года. В этой компании вовремя поняли, что кассетный бизнес к середине 90-х уже не стал прибыльным, и они свернули свое производство. Часть запасов корпусов кассет и лент, а может и патентов, продали компании BASF, в результате чего появились кассеты BASF, как две капли воды, похожие на Zetsu и Triad. И эти BASF считаются одними из лучших. Давайте подробно посмотрим, что к чему с этой Z-OW2. Упаковка мне нравится, она весьма информативна. С лицевой стороны прекрасно видно кассету и само название. На обороте немного рекламного текста. Первый абзац говорит о новом магнитном материале с ультрамелкими частицами для чистых высоких частот. Второй абзац о механизме R-ADIAL или RADIAL, который улучшает характеристики по вибрации. В смысле максимально эффективно борется с вибрациями. В правом нижнем углу сделано в Японии. Здесь видим график АЧХ и MOL плюс 4,5 дБ в 250 нановыберов, что очень неплохо. За упаковку однозначно 10 баллов. Вскрываем. Упаковка имеет повреждения несовместимые с жизнью. Она тут по ребру надорвалась. Халида она особо не интересует. Меня тем более. У меня такой кассеты нет. И упаковка не интересна. Поэтому варварски, без лезвия. Вскрываем. Упаковка на ощупь не шуршащая, как плотный полиэтилен, но приятная. 10 баллов заслужила. Кассета. Вид спереди. Торец. Вид сзади. Несколько скучноватый вид вкладыша. Тем не менее. Ух, неплохо. В комплекте кассета. Черный, причерный вкладыш. Чуть позже посмотрим. Стикер. Стикер, как обычно, в черной форме. Ну, я полагаю, что здесь. Это вот одна часть идет. Вот она. Половина. Вот вторая часть идет. А это на вторую сторону. Да, вот сайт. Сайт Б, сайт А. Да. А как они клеятся? Похоже, что вот в верхнюю часть клеится, допустим... А как клеится? Что-то головка моя не соображает. В общем, без понятия, как все это клеится. И инструкции по наклейке. А вот она есть. Как-то так, в общем. Кому интересно, купите такую кассету и приклейте стикер. Как вы посчитаете нужным. Стикеру однозначно зачет. Хотя немного сероват. Вкладыш. Черная, причерная сторона. Ну, это для того, чтобы в коробке кассета смотрелась более выигрышно. Да, определенно. Изнутри не так уж много места для надписей. Всего получается. Одна сторона здесь сэкономили на красках. Здесь просто серая. Что, не могли сделать? Ну, полосочки что ли? Не знаю. И здесь... Лицевая, задняя сторона вкладыша тоже под трек-листы. Ну, такой, неоднозначный вкладыш. Вот если бы попалась как бы ушко, я бы сказал, что это какой-то репринт, с которым поленились поработать. Коробка. Треугольные стопперы, заключенные в кружочек. Классика от Zets. Коробка толстая, без вопросов. Но нету никакого логотипа Zets. Или триад. Но это кассета Zets. Должен быть такой логотип. Его нету. Но, судя по всему, эта кассета начальное железо. И ей по статусу не положено иметь на коробке логотипы фирмы. Итого, коробка, вкладыш, стикер, я, пожалуй, оценю на 7 баллов. По мне, так чуть бедновато, скучновато комплектация. Кассета. Сторона А. Сторона Б. Вот если честно, вживую, как будто бы кассету LG или какой-то Сэйханчик держишь. На LG сильно похоже именно по цвету, текстуре пластика. У них, у корейцев, много таких кассет. Мутноватая матовая основная часть и кое-какие прозрачные вставки. Плюс цвет набов, тоже такой LG-шно, Goldstar. Ну, да, есть отголосок к корейцам. Но, в целом, неплохо. Хороший пластик, не гнется, не мнется. По прозрачности, ему не хватает прозрачности. Но, опять же, это кассета начального уровня. Хотя, какого начального уровня? Это храмуля получается. Что-то внимания не обратил. High Position Type 2. Но даже для храмули это начальный уровень, что было написано на упаковке, если обратили внимание. Здесь гидочки на месте. Серийник вижу. Ну, он есть, это точно. Но я его не вижу, потому что он так написан, что не читается. 5 винтов черных, согласен. Что по ленте? Подушечка черная, пластины на месте. Ракорд со скошенной полоской. Опять же, похоже на Goldstar. Ракорд. Хорошей, правильной длины. Склейка лента. Лента явно имеет коричневый отлив. Вот так, наверное, хорошо видно. Да, похоже, ну, вернее, не похоже. Да, 100% лента второго типа. Феррокобальт или там хромокобальт. Все время путаюсь. Ну, феррокобальтовые ленты. Внешне никаких замечаний не имеет. Заливка идеальная. Шершавости не вижу. Повреждений, ну, типа вогнутость, выгнутость, тоже не вижу. Внешне мне все нравится. Давайте посмотрим на нее в магнитофоне. Сегодня смотрим на TIG V6030. Да, не самый фотогеничный магнитофон для видео. Но потестить на нем кассеты довольно интересно. ZOW2 46 минут. 90-й год. Немного перемотки вперед. Перемотка шумная. Назад. Назад чуть получше. Ну, по шумности. Крутилки калибровки в нулевом положении. 315 Гц плюс 1 дБ. Входящий сигнал. На выходе небольшое падение левого канала. Но, вполне вероятно, это связано с неточной настройкой рек-левел. Основной крутилкой. Сейчас поправим. Хотя нет. Разбалансик, я думаю, здесь есть. Да, небольшой разбалансик. Но это без калибровки. Плюс 1 на входе. И падение левого канала на выходе. Переходим в калибровку. Что видим? По уровню, да. Вот, немного не хватает. По левому каналу чуть добавили. По подмагничиванию почти все идеально. Правый канал в минус. По меткам уровень. По меткам биос. Как вы можете видеть, крутилка левого калибровки правого канала осталась в нуле. А левый канал, как и сказал, сместился почти в плюс 1. Биос по левому каналу в нуле. А правый в минус 1. Но, в принципе, никаких замечаний по калибровке не имею. Все идеально. Контрольный 315 Гц после калибровки. Плюс 1 на входе. Плюс 1 на выходе. Ни разбаланса, ни потери и поднятия уровня не вижу. Как это все звучит? Это входящий, это исходящий. Ну, весьма неплохо. Недавно тестил экскрестичную кассету Kendo, храмулю. И вот та Kendo звучала на 315 Гц просто ужасно. Здесь же все-таки гораздо лучше. Что касается записи. Входящий уровень будет держаться плюс 3, плюс 4 дБ по этой шкале. Что на выходе? Смотрим и слушаем самостоятельно. КОНЕЦ! 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 держит отлично мне все понравилось единственный недочет у нее плавающий разбаланс то есть периодически было видно что правый канал чуть падает и эта проблема свойственна наверное всем z-цам триадам особенно бушкам у них как раз есть такая проблемка с тем что правый или левый канал периодически отстаёт от собрата здесь было тоже самое но тем не менее давайте посмотрим на оценки по шкале омского и как вы можете видеть кассета набрала 33 балла не самые высокие оценки за комплектацию и кассету внешне ленту я оцениваю на 8-9 баллов под очень очень хорошую запись подробный комментарий вы сможете прочитать если нажмете на паузу так что же в итоге довольно скучная и спорная кассета внешне согласен это начальный хром но почему бы ты ее юдин не сделать кассету внешне чуть более броской и дорогой на вид понятное дело что поезд ушел но я на перроне остался и претензий дизайнерам во след выкрикнул по звучанию как и сказал все идеально кроме периодического падения правого канала которое свойственно бушным кассетам ты ее юдин а это значит что со временем именно этот оу w может еще сильнее разболеться и терять больше одного децибела не удивлюсь может ленты от ты ее юдин после распаковки быстро окисляются и теряют свои идеальные рабочие свойства и еще я думаю пора ввести шкалу омского еще один столбец под названием отношение цены к общему впечатлению от кассеты если брать запечатку целенаправленно под запись и вот этому zetsu я бы поставил 6 по 10 бальной шкале за нее просят 2200 рублей как она выглядит дешево скрыв ее я не испытал восторга ни от комплектации не от самой кассеты и пощупав и послушав ее в живую как по мне 2200 рублей дорого поэтому 6 баллов но как просто запечатка в коллекцию запечаток это не оценивается и меня не интересует на этом все огромное спасибо халиду из астаны за предоставленную очень интересную кассету напомню что мое мнение не обязаны совпадать с вашим не поленитесь и напишите в комментариях свое мнение об этой кассете или бренде ты ю ю дон все эти довольно мало информации об этой компании надеюсь вам мои дорогие подписчики понравился этот ролик и вы поддержите мой канал комментариям лайком дизлайком и подпиской до новых встреч и самое главное не болейте